В национальных костюмах и с чувашскими песнями встречали гостей в Чувашском драматическом театре жителей Маргаушского района. Они отмечают юбилей. Со дня образования муниципалитета прошло 70 лет. Поздравить маргаушцев пришел и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Прием гостей начался прямо с фойе. Здесь развернулась выставка достижений района «Край, который сердцу дорог». Глиняные игрушки, мягкие зверюшки – все сделано своими руками. Чуть дальше – вкусная выставка. Маргаушский хлебзавод показал, на что гораст. Для угощения гостей – сладкие пряники, душистый хлеб, аппетитные булочки. Маргаушский район стал для всех нас. Не только местным жителям, он стал общим домом, поведняющим людей с самых разным судеб, характером, поколений, единое целое. Многие из нас здесь заделись, другие приехали сюда работать, создали семьи, и теперь уже сами воспитывают детей и растят внуков. Маргаушский район знаменит богатыми национальными традициями и красотой природных памятников. Муниципалитет со значимым экономическим потенциалом. Инновационное машиностроительное предприятие «Сейспель», которое находится в Маргаушском районе, прославилось своей продукцией не только в России, но и за рубежом. Стабильным и качественным поставщиком кирпича является кирпичный завод. Но самое главное богатство района – это люди, сказал в своем выступлении глава администрации Маргаушского района Ростислав Тимофеев. Сейчас в районе 16 сельских поселений, объединяющих 177 населенных пунктов, где проживает более 34 тысяч человек. В Маргаушсе прошли достойный исторический путь. Для республики и для экономики, и в целом для всех жителей Чувашской республики, Маргаушский район считался, считается и будет считаться в долгосрочной перспективе сильным, мощным, значимым районом. В день 70-летия Маргаушского района благодарности, свидетельства и награды из рук главы республики Михаила Игнатьева получили лучшие труженики, отличники учебы, активисты, молодые родители, сертификаты на федеральный республиканский материнский капитал. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.